Вы смотрите Вести и вот о чем расскажем далее в нашей программе. В Волгограде руководители охотхозяйства незаконно передавали в частные руки целые охотничьи угодья. В Волгограде возбудили дело в отношении руководителей охотхозяйства, которые похитили более 26 миллионов рублей. Они нелегально продавали лицензии на стрел животных и кроме того незаконно передавали в частные руки целые охотничьи угодья. Подробности в репортаже Александра Бузаладзе. Андрей, смотри, пошел, пошел на тебя. Самый обычный день волгоградского охотника. У Джамала, к сожалению, сегодня опять пусто. Фактически, куда ни покинешься, такие деньги, как говорится, ничего нет. Дичи нет, этого нет, кормления нет. Экономический крах в областном охотообществе Волгоградской области и возможное банкротство. Убыток. Волгоградскому региону от незаконно выписанных лицензий миллионы. Деньги пропали с одних счетов, появились на других. Нести уголовную ответственность за содеянное, на ком лежит ответственность за принятое решение, в чьих действиях имеет состав преступления, будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Часть путевок выписана непосредственно руководителем общества. И убытки в администрации подсчитали. Более 26 миллионов рублей. Было, значит, ущерб расчетный. Ущерб незаконно добытые животные. Лоси, кабаны, волки, пушной зверь и птица. Бывший председатель Клецкого охотообщества Николай Крапивин провел свое расследование и был уволен. Мошенник. Хапуга. Больше никак я его не назову. Николай Петрович выяснил, как председатель Сергей Грицыенко за бесценок распродал активы общества коммерсантам. Ну вот мы теперь будем базу продавать торговую. Базу, лодочную базу рыболовную. Вот. Ну, за эту 10 миллионов. А за эту, значит, будем торговаться. Еще один уникальный актив. Рыболовная база на Карповском водохранилище продана. Теперь сюда и охотников, и рыбаков, если и пускают, то только за деньги. За время правления Сергея Грицыенко, по мнению охотников, активы, накопленные в обществе за годы, ушли непонятно кому. А ценное имущество распределялось среди своих. Машины, к примеру, когда покупали. Говорят, что были и карабины, были и ночники в областном обществе. И до меня до сходили слухи такие, что якобы они были уценены и проданы между собой. Там, раскупили их и все. Пока идет следствие, председатель Сергей Гриценко на работу не ходит. А если и ходит, то скрывается за дверью кабинета. Работает только бухгалтерия. Считает деньги. Откройте, пожалуйста. Сергей Петрович. Сергей Петрович забаррикадировался. Пока Гриценко скрывается, жена, она же его заместитель и начальник отдела кадров, отвечает на наши вопросы. Я не знаю, какие охотники вам... Все охотники в Волгоградской области недовольны вообще той ситуацией, которая сложилась. Без понятия. Как в Волгоградской области общественную и фактически народную организацию охотников с многомиллионным годовым доходом прибрали к рукам и распродали за копейки ее имущество, еще предстоит выяснить следствию. И ущерб 26 миллионов, виновные по мнению прокуратуры, обязательно возместят государству. Александр Бузаладзе, Дмитрий Шутас. Вести из Волгоградской области.